Это программа Дейс Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Кожаный салон, массаж и охлаждающий бокс для напитков. После общественной критики природонадзорники отказались от покупки автомобилей класса люкс. Бог в помощь. Барнаульский священник провел молебен об одержимых компьютерной страстью. Почти пять лет в консервации в доме афганцев начались демонтажные работы после крупного пожара. Барнаульцы сегодня вспомнили, что такое девятибальные пробки. В городе выпал снег. Накануне в Алтайском гидрометцентре предупреждали, что снежный покров установится в регионе в ближайшие дни. В Барнауле утром уже произошло несколько аварий на дорогах города. Водители попали в пробку на пути в центр на Павловском тракте на улицах Советской армии, Власихинской, Кутузова и проспекте Калинина. Также барнаульцы жаловались на сложную обстановку на Змейногорском тракте. Как нам стало известно, на дорогах к краевой столице работали 40 единиц техники. Прометали и обрабатывали дорожное покрытие, а также тротуары специальными противоскользящими реагентами. Валентина Аскирова прокатилась в кабине машиниста и своими глазами увидела, как дорожники предотвращают гололед. Утро у машиниста Константина Артеменко выдалось снежным. Мужчина колесит по транспортным артериям города и обрабатывает дороги песчано-соляной смесью от наледи. Снега выпало хоть и немного, но если не обработать, ледяная корка образуется. За рулем тяжелой техники Константин 8 лет. За это время, рассказывает, было всякое. За прошлый год, по-моему, это был тяжелая зима, было прям снега очень было много. Тяжело, конечно, было, что не успевали мы. Только избавимся, хотя бы маленько от него. Он опять навалит. Тяжеловато, но тем не менее, справлялись. Сегодня в рейс посыпать улицы антискользящим реагентом вышли десятки машин. Вобильные снегопады спецтехники в разы больше. Всего распоряжения автодорстроя 248 машин. Если потребуется, к уборке дорог привлекут резерв еще 28 единиц. В текущем году произошло небольшое обновление подвижного состава. Мы получили 16 единиц снегоуборочной техники. Вся техника сейчас готова. Переоборудование прошло. Износ у нас в связи с поступлением новой техники сократился с 89 до 86 процентов. Да, техника старая, но вся она в хорошем состоянии. Запас противоскользящих реагентов достаточный. В этом году подготовили 46 тысяч тонн песчано-соляной смеси для обработки проезжей части. 100 тонн бионорда для обработки тротуаров. В прошлом году последнего, а многие о нем даже не слышали. Было в 10 раз меньше. Всего 10 тонн. Этот материал чем хорош? Он достаточно активно убирает гололед. Не оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду. И ингибитор, который антикоррозийный, нейтрализует действие, его негативное воздействие на металлы, на машины, на обувь. В этом году комитет по дорогам пересмотрел и схему уборки улиц. Причина перекрытия моста на новом рынке. Дополнительные силы на расчистку и обработку будут брошены на пешеходный обход путепровода, а также на участки, предназначенные для объезда моста. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. А вот оценили ли старания дорожников автовладельцы, мы тоже узнали. Видно, что на дорогу убирали? Ну, конечно, видно. Вот здесь же видно, что убирали. Ну, утром был снег просто. Это не снег. Я не считаю, что это снег. Не сквальчко. Снег сегодня выпал на дорогах. Было скользко или нет утром? Да, очень. Очень скользко было? Да, очень скользко было. И все боясь. Даже пассажир ко мне подходил и спрашивал, как дорога подходит. Я говорю, не очень-то она приятная. Они просто раскидывают. Раскидал ее по сторонам, а по самой дороге, а на ее и толком-то и не видать ее. То есть пока что дорожными службами не сильно довольны? Ну, так. Все равно какая-то помощь-то есть от них. Меня врезали. Врезали все? Конечно. На остановке стоял, легковая врезалась. То есть она не сумела просто остановиться? Да? Остановиться не успела, да? Да, не могла остановиться. Врезалась, он мне помял сзади. Да все в порядке вроде было. Но я по Калинина только проезжал. А скользко было? Да, у меня на зимней резине, на новой нормально все. Там, где я проезжал, было хорошо. Было все в порядке, да. Владельцы компании по изготовлению госномеров для автомобиля обратились к нам в редакцию. Их возмущает, почему официальные компании обязаны вкладывать свои средства на получение сертификата на работу, в то время как другие, не имея документов, делают номера для автовладельцев быстро и немного дешевле. Причем таких нелегалов только в Барнауле десятки. Законно ли их деятельность и можно ли отличить, что номерной знак на машине от официальной компании, выяснял наш корреспондент. Каждый владелец авто знает, без госномеров на машине долго не проездишь. Автоинспекторы обязательно остановят и на законных основаниях оштрафуют. Но вот закон писан далеко не для всех, уверен руководитель Барнаульской компании по изготовлению госномеров. Чтобы в свое время начать работу, ему пришлось серьезно потратиться. Сначала найти здание, которое бы соответствовало всем нормам. Это охрана, решетки на окнах и отдельный кабинет со специальной техникой для изготовления государственного номера. Затем оплата сертификата. Это еще плюс несколько тысяч рублей. Наши регистрационные знаки, которые мы изготавливаем в соответствии с всеми требованиями ГОСТа, имеют необходимые степени защиты, то есть нанесение именно нашего знака изготовителя, то есть 12-значного кода с обратной стороны. К слову, это первое и главное отличие номерных знаков официальной компании от нелегальных. 12-значный код расположен на обратной стороне номера. В Рео ГИБДД нам рассказали, что достать эти таблички не так просто. Заготовки для изготовления государственных регистрационных знаков поставляются с предприятий, которые имеют на это лицензию. И эта пластина содержит кант и белый фон. Все остальное на этом фоне наносится именно изготовителям ГОСТа рекзнака. Как нам сегодня объяснили, в Барнауле всего два официально зарегистрированных изготовителя номерных знаков. В крае таких пять, и все они зарегистрированы в реестре государственных номеров. Тогда возникает резонный вопрос, откуда специальные заготовки берут нелегалы. Мы позвонили в одну из компаний и попытались узнать, есть ли в наличии официальный сертификат. На сайте Росреестра не могу найти вашу компанию, что вы как официально зарегистрированы. Там, может, какие-то документы сможете мне предоставить? Эксперты поясняют, повлиять на работу нелегалов практически невозможно. Основание на закрытие таких фирм может быть лишь в случае проверки. А таковая может случиться только если на нелегалов напишут заявление в полицию. И в прямом смысле слова ткнут пальцем, что они изготавливают номера без специальных цифр и товарных знаков. Но ткнуть пальцем совсем непросто. Ведь сотрудники ГИБДД не имеют права без особых причин снимать регистрационный знак с машины. Номера убирают владельцы только при постановке на учет. Правда, если каким-то образом выяснится, что на табличке нет 12-значного кода, владельцу авто могут выписать штраф. В случае эксплуатации транспортного средства с государственными регистрационными знаками, не соответствующим ГОСТу, водитель может быть подвергнут административной ответственности по статье 12.2 Кодекса административных правонарушений. Предусматривает штраф в размере 500 рублей. Большинство изготовителей, которые находятся в районе РЭО ГИБДД, они работают нелегально, то есть неофициально. К слову, за регистрационными номерами владельцы авто обращаются, если знак со временем стерся или деформировался после аварии, или просто водителю захотелось красивые номера. В Росреестре сайта ГИБДД указаны официальные компании, которые изготавливают госзнаки. Напомним, в крае их всего 5. Вопрос, будут ли озадачивать себя автолюбители или продолжат ездить на номерах, изготовленных неофициально. Скорее всего, продолжат, но до первой настоящей проверки. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Теперь до люксовых авто, как до китайской Пасхи. Речь идет о структуре Росприроднадзора, которая собиралась закупить достаточно дорогие китайские машины почти за 9 миллионов рублей. Сделать это по-тихому не удалось. Информация о закупках сразу попала в сеть и вызвала общественный резонанс. Время сейчас, мягко сказать, не для роскоши. Бюджетные деньги можно расходовать более разумно и эффективно. Сегодня нам стало известно, что ведомство все же отказалось от машин, в которых можно было охлаждать пиво. Эта информация появилась на сайте госзакупок. Для справки, Центр лабораторного анализа технических измерений по Алтайскому краю – это организация подведомственная Росприроднадзору. Центру понадобились два внедорожника класса люкс. Немного о характеристиках машин – кожаный салон, подогрев, массаж и вентиляция сидений, охлаждающий бокс, подлокотники и прочие детали повышенного комфорта. Общественники порекомендовали работникам ведомства пересесть на более скромные авто – «Буханки» или «УАЗ-Патриот». За последние два года это уже попытка купить шестую и седьмую машину с характеристиками внедорожника. То есть далеко не все из них были бюджетного сегмента. Много различных проблем и форматов, куда можно направить эти средства более эффективно. В отношении реабилитации той же самой пропомощадки «Полиэкса» в Бийске. Тема нефтяных линз мы тоже уже не первый год предлагаем. И он свойственен не только городу Барнаулу и бассейну реки Опь. Также общественники отметили, что природонадзорники должны думать головой именно об этих экологических проблемах, а не тем местом, которое они собирались массировать в лакшери-автомобилях. И к другой теме. Барнаульский священник провел молебен об одержимых компьютерной страстью. Богослужение прошло в Покровском соборе. Отмечается, что с подобной просьбой к церковнослужителю обратились родители детей, которые, по словам взрослых, страдают зависимостью от видеоигр и гаджетов. К слову, медицина уже признает это явление с серьезным заболеванием наравне с алкоголизмом и наркоманией. Анара Шагирова продолжит. Помолиться за исцеление тех, кто не может оторвать себя от видеоигр. Прихожане, как говорит отец Александр, сами называют это увлечение болезнью и не раз обращались к нему с просьбой помочь избавить от подобной зависимости. Я не психиатр, и не психотерапевт, и не психолог. Я священник. И как священник я могу помолиться, попросить Бога о том, что он помог родителям, помог детям избавиться от этого. Ну и посоветовать совершать родителям добрые дела. Как там говорят, бумеранг, да, что посеешь, то и пожнешь. Закон сеяния и жатвы. Ну вот человек помогает кому-то, и ему будет помощь. Жительница Барнаула Анастасия, например, пришла молиться за своих племянников, которых, впрочем, еще не поглотили компьютерные игры. Но защитить от общественного недуга, заверяет, не помешало бы. Ну они еще совсем маленькие, 7 лет, скажем, такой тоже период и 4 года. Ну в любом случае, очень много в окружении ребятишек, которые копируют, родители уделяют очень много времени в телефоне и в компьютере, а потом они становятся взрослыми людьми. С точки зрения религии, говорит священник, видеоигры и увлеченность гаджетами можно назвать страстью и даже идолопоклонством. Медицина же шагнула дальше. С этого года зависимость от видеоигр официально входит в новую классификацию болезней ВОЗ. Наравне с алкоголизмом и наркоманией. Особенно опасны игры для неокрепшей психики подростка. Так среднестатистический школьник проводит у монитора до 6 часов в день. В компьютерной игре он реализуется, он победитель. Он играет так, что он достигает того, чего он хочет достичь. И в чем опасность вообще компьютерной игры? В том, что подросток, ребенок с неокрепшей психикой, он каким-то образом расслабляется. Это вид расслабления. Он получает эмоцию, которую он не может получить в реальной жизни. Испотав в юном возрасте удовольствие от победы в видеоигре, в будущем люди могут увлечься азартными и даже перейти на алкоголь, отмечают психотерапевты. А иногда, казалось бы, безобидная стрелялка в сети приводит к более серьезным последствиям. Есть такие случаи, когда девочка, которая была в компьютерной игре, вот именно играла в войну, да, они не могут отличить убийство виртуальное от убийства реального. И она убила свою подругу. То есть это реально существующий факт в средней полосе России. Сегодня зависимых от видеоигр детей, да и взрослых даже лечат. В Барнауле этим занимается краевой наркодиспансер. Врачи используют самые разные программы и оборудование. Одно из них – сенсориум. В совокупности, конечно, с психологическим вмешательством. Пребывание в таком кресле и аудиовизуальная стимуляция успокаивает пациента. Человек погружается в комфортное для себя состояние. И по окончании сеанса у него возникает состояние хорошее, комфортное для него. И сразу вопрос – а зачем же мне продолжать употребление? А вот полностью отгораживать ребенка от телефона или компьютера врачи не рекомендуют. Разве что ограничить время его видеоигр. Например, заменить их совместными развлечениями и прогулками на свежем воздухе. И, возможно, тогда не придется идти за помощью к священнослужителям. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Кабинеты для людей с высоким холестерином появятся в Барнауле. Предварительно их будет два – в Краевом кардиодиспансере и диагностическом центре, сообщили нашему телеканалу ведущие кардиологи региона. Врачи также добавили, что на сегодняшний день в крае 39 тысяч пациентов с высоким холестерином. Вот только на консультацию в новые специализированные кабинеты попадут далеко не все, а лишь те, у кого редкие, иными словами, орфанные заболевания. Это семейная гиперхолестериномия, то есть это где-то один человек на 250 тысяч населения. Их не так много, но, как обычно, только потяни и найдешь. Липидный кабинет, он будет создаваться для этих категорий, для диагностики, для выявления этих пациентов, адекватного обследования и, соответственно, наблюдения за этими пациентами. На сегодняшний день в крае наблюдают за двумя пациентами с редким заболеванием. Что касается всех остальных, то их на участках наблюдают терапевты. Если врач выявит сложности в лечении пациента, то он как раз направит его в новый специализированный липидный кабинет для дальнейшей диагностики. В Барнауле рассказали, как идет реконструкция дома афганцев. Несколько лет назад здание было законсервировано. Напомним, в 2018 году в музее произошел серьезный пожар. Какие сегодня планы у региона на это здание? Сохранится ли его планировка? А также, что строители будут делать с так называемыми донорскими кирпичами? 6 февраля 2018 года. Раннее утро. Горит дом афганцев. Есть погибший. Огонь уничтожает кровлю, перекрытие. Сотрудники спасают ценные вещи и документы. Объект культурного наследия, хоть и не без потерь, но все же удается спасти. До революции здесь находилась городская больница, а в последние годы – военный отдел Краеведческого музея и Союза ветеранов Афганистана и Чечни. Летом этого года, после долгих исканий, все же удалось найти подрядчика, который взялся за ремонт здания. Стоимость работ – почти 237 миллионов рублей из краевого бюджета. Здание претерпит какую-то реконструкцию, согласно планов. Что-то поменяется, но суть его останется та же самая. То есть будет две ветви направления. Военно-исторический музей будет занимать первый и второй этаж. И музей Совета афганцев и Чечни. Историческая планировка сохранится. Сейчас в музее завершаются демонтажные работы. Рабочие разбирают полы, перекрытия, кровлю, укрепляется фундамент. Для этого используется донорский кирпич. То есть родной кирпич 1907 года, который извлекается из демонтируемых участков. Вообще, браться за ремонт одного из старейших зданий города – большая ответственность. Все-таки объекту 115 лет. Реставрация сама по себе – это сложный вид работы. Почему? Потому что не все проектные решения могут выполниться. И не все они могут быть правильно применены. И по моменту того, когда раскрыли, разобрали, столкнулись с каким-то сюрпризом, так называемым, приходится принимать новые технические решения. Соответственно, это временной фактор. Но пока таких сюрпризов не было. И если реконструкция продолжится в том же духе, то рабочим удастся сдать объект летом следующего года. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. А у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует...